Мне было четыре года, когда Милтон просто взял и исчез. То есть, они даже не знают, что с ним произошло, по сути. Ну, блин, что-то мне подсказывает, что он тоже умер. Мама искала моего брата несколько месяцев, а потом запечатала в двери. Ну, естественно, парень умер, как бы... Он бы дал знать, если бы был жив, я так думаю. На что бы ни накрутился в этом доме Милтон, мама не хотела об этом знать. Говорить, судя по всему. Так, наверх. Мама явно считала виновной Эдди, но, думаю, Льюис винил столько себя. Закончив учебу, он просто все больше времени проводил в своей комнате, пока мама не устроила его на консервный завод. Все запрещали мне входить в комнату Льюиса, кроме самого Льюиса. Да, должен быть вход в комнату Льюиса. В комнате Льюиса стоял очень-очень знакомый запах, и эта его часть продолжала жить. Ну, вот и история Льюиса, походу. Похоже, что так. Дорогая миссис Финч, как психиатр Льюиса, я прекрасно понимаю, что вы хотите найти объяснение о случившемся. По моему мнению, проблемы начались в январе, вскоре после того, как мы убедили вашего сына лечиться от зависимости. Думаю, что завязав Льюис впервые, я осознал, насколько монотонна его жизнь. Он по-прежнему работал на консервном заводе, но держался как-то отстраненно. В нашей сессии, я увидел одно действие.